всем привет с вами кейн и сегодня у меня в серии сноураннера будет прохождение основного сюжета в компании во второй компании blackbird тут и как бы сказать последняя из доступных задач я взял вот это вот в этой же первой компании тут последняя задача на закрыта и в 3 тут тоже есть одна открытая задача в общем выбрал я пока что эту построил тут уже маршрут на будущее в общем задачка не сложная нужно доставить топлива 4 бочки но 4 этих стопки как раз мне из платформы и тягач который я недалеко отсюда просто подогнал этот вездеход мне очень сильно нравится из-за его высокой скорости передвижения но к сожалению только по трассе в грязи он ну такой себе ничем не выделяется и иконфер личности в плане топлива хотел его еще немножко сказать внешние дизайн улучшения там обвесы всякие там бамперы поставить но как-то эвакуироваться в гараж там потом ехать сюда обратно как-то не хотелось но поэтому в следующем выпуске обязательно наверно прокачаю поскольку все равно придется выполнять задачи хоть какие-то там выполнять придется на нем поэтому думаю немножечко улучшить его еще внешне изменить а полный привод чем мы не включили его попробуем так о лебедка всегда поможет если грузовик не сможет лебедка вам поможет поеду я тем же самым маршрутом что и в прошлый раз с этой буровой через реку и в общем это все игруха меня так в принципе затянуло неплохо тут как бы нет ничего такого особенного интересного сильно такого чтобы прямо сказать вау но в принципе катать на таких различных монстрах апгрейдить их то есть вообще наверное это меня взяло но график конечно тут так себе не нфс конечно но в принципе меня устраивает хотя мало быть и лучше конечно но целом прикольно а вот кстати по пересеченки то есть едет довольно таки неплохо ну а в грязи в грязи все в принципе едут медленно загрузают и тому подобное наверное планирую кстати поставить на него помощнее движок который там доступен все таки ну и про прокачаю он мне нравится и полезный такой плане своей продуктивности едет быстро тянет хорошо различные модификации кузова есть высокая низкая седло там по всякие эти бортовые платформы без бортов там кран можно что по моему втулите ну и всякие такие но все-таки хочется прокачаться потому что там на двадцатом и на двадцать четвертом на 24 особенно мне вот интересно там есть такой какой-то вообще огромный тягач или не тягачи в общем я не знаю то есть толком не смотрел но он короче такой огромен огромен я его мазине прицепов в этих мазине грузовиков видел поэтому мне вот интересно посмотреть что там он похож на наш тот второй вездеход который красный он медленный там еще как он комплектация колес немножко странная то есть сзади там два моста спаренных с спаренными колесами и потом идет один мост с одинарными колесами еще 2 передний который поворотный ну такая комплектация немножко непонятно но в принципе смотрится прикольно а там по ходу ну похоже такая же компоновка только что-то но там чуть по-другому смотрится помощнее типа или как так чем ну то есть до 24 левела нам еще далеко поэтому тихо мечтать об этом еще рано но тем не менее я планирую все-таки дойти до него и то есть посмотреть хотя бы посмотреть несколько заданий на том грузовике попробовать интересная штука ну и плюс там катар пилы и всякие там еще подобные грузовички откроются а вот мы к переходу доехали уже тут кстати уже близко тут рядышком вот кстати по дороге топит хорошо но стоят у меня цепи на колесах если бы не цепи то есть не слабый пиво и сцепление здоровый бы не было но если будете использовать там мечи они или там где нету короче льда то в принципе он весьма хорош очень хороший блин ну единственное что мне это не нравится на очах но это длинномерах получается сильно какие-то узкие поворотики улочки и тому подобные тут непонятно к чему это так ну вот мы доставили получили свою награду в дальнейшем буду смотреть какие еще там задачи у нас открылись и какие будем выполнить дальнейшем в общем взялось следующее здание трубопровод в горах смысл этого вернее не что я хочу объяснить здесь задание в чем хорошо в том что здесь все грузы которые мне нужно доставить находится вот почему рядом отсюда отсюда надо доставить сюда я также сама здесь и самое главное это то что привезя сюда мы отремонтируем эту трубу и откроем вот эту вот дорогу то есть нам не нужно будет уже объезжать вот так вот вот так вот а именно откроем эту дорогу тогда взял задачку запчасти берем запчасти запчасти я уже съездил заправился на всякий случай потому что что-то там мне показалось что маловато ездить придется и хрен его знает вдруг не хватит топлива поэтому я съездил быстренько на заправочку развернулся и взял запчасти а мне кстати вот интересно вот этот дорогу я когда-нибудь отремонтирую чтобы так вот не объезжать можно в принципе здесь ехать но я ухты но я думаю все таки объехать по той дороге вернуться и подъехать как бы снизу получается поскольку мне все равно придется подвозить именно туда 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 внизу принципе подвозить все поэтому мне как бы объезжать вот это вот лишний раз я думаю не стоит сразу же просто подвезу туда и там же также по пути отлично отлично поворачивает отлично просто по сравнению с другими стяжами допустим но там катерпилы в принципе тоже хорошо поворачивает а вот остальные тот желтенький наш грузовичок тягач который широкий такой огромный поворачивает она конечно хреново но в принципе проходимость его достаточно хорошая сейчас я ну давай-давай тормози довезу запчасти а потом езжу за всем остальным так я вот не помню да только резючка будет мы проходили по моему проходили тут и проезжал или нет она принципе тут не сильно мне не сильно то есть проедем без всяких лебедок достаточно быстро вот куда нам надо доставить так и надо как-то бы так еще потом ага отлично тихо запчасти отлично итак если попробуем назад же отлично мой план работает и теперь вот совсем рядышком то есть берем трубы ну по моему здесь трубы только балки там дальше а тут балки все значит я понял тут значит где балки ну вот как я и говорил то есть занят почти весь прицеп то есть четыре из пяти ячеек грузов заняты а вот кстати что я имею ввиду вот прицеп написано четыре ячейки и из пяти вот заняты четыре из пяти вот у меня еще одна получается свободно то есть почти вся платформа я я мог бы взять только лишь одну коробку запчастями допустим на эту платформу сейчас с такой загруженностью ой так это я вообще даже шикарно если я сейчас еще не сломаю прицеп а вот так вот да где буду ровно я потом просто так же ровно назад зам давай не ломая прицеп вот-вот-вот-вот отлично теперь просто поворачиваем направо и едем туда за трубами не в принципе там 150 литров около топлива было в принципе мне похватило но на всякий случай решил перестраховаться потому что потом ехать опять заправляться в принципе правильно я все сделал топливо тем более здесь бесплатно поэтому никак не повлияет на наш прирост хорошая длинная лебедка вот это вот просто мне она мне нравится вот замечательно только я не понял почему он начал грузнуть так тем более еще и пустой надо было наверно передачу пониженную включить ну хотя в принципе с грузом я проехал с запчастями в общем ладно а вот и дорога прямая ровная прямая ровная разгоняется он шикарно по ней главное чтобы не занесло не унесло не выкинуло в ветвь дерево тихо тихо не несись так а а вот теперь берем нам средние трубы надо одна и малые трубы правильно одна вот а обе да и и и те и те занимают две ячейки а так как же мне тут все это дело сделать так 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 как так так как о нет походу мы застряли они все нормально это просто наклон был прицепа и он зацепился за раму так главное сейчас ну 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 куда ж ты в дерево то главное сейчас опять не загрузнуть не забуксовать то ну блин ну что ж ты не поворачиваешь и не понимаю уже повернул колеса давать ты просто вперед и поворачивай не хочет понятно а то есть в эту сторону мы едем нормально нигде не буксуем это именно там по ходу прицеп застрял на вот этой горки пробуксовал наш тягач ну давай 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 следующую задачу я возьму в северном порту опять также будем также выполнять основном все они там просто тут как сказать по пути и тем более это открылась задачка тем более ё-моё что так повернуто трубы и эти трубы давай вот отлично награда кстати весьма такая существенная в плане опыта и денег так ну а сейчас поедем за следующей задачей и так продолжаем я здесь нашел следующие задачки это нет подожди это северный порт вот так подожди что что не знаю а вот вот эту задачку то есть выполнить можно то есть задачка легкая в плане того что вот ее можно вы легко выполнить доехал сюда но тут еще кое-что я нашел в этой вот опять северный порт и что я промахиваюсь то все время вот здесь тоже в принципе все можно по месту довести в общем принципе можно выполнить много задачек на одном месте допустим вот это вот сейчас мы возьмем на трубы потом возьмем балки все это довезем потом возьмем запчасти и ах ты зараза топлива а да и тогда топлива еще возьмем отлично слушай это вообще просто замечательно малые трубы правильно малые трубы раз еще заправлюсь а то я не хочу остаться без топлива где-нибудь в конце задания сейчас возьмем одну ячейку топлива потом заедем за балками это все отвезем после чего вернемся за запчастями и возьмем топлива также бочки с топливом это весьма сократит время наших не количество наших ходок и время затраченное на выполнение этого задания и сразу же приступим к выполнению следующего задания хочу побыстрее уже закончить со всем этим получить свой опыт день и повысить уровень и перейти уже дальше к выполнению там по моему северном порту несколько задач было еще открытых чего я хотел бы сделал там и как раз там я уже наверное будет это следующий уже серии там где я улучшу наша тягачи так топлива заправить и топлива загрузить одну одну больше не берем теперь берем балки заразы опять прицепом застряну здесь да когда-то я здесь тоже прицепом застрял когда заправлял а нет прохожу значит наверное не тут было так и вот теперь правильно я еду за металлическим до балками уже через новую дорогу но которую мы открыли отремонтировали не понял куда-то я наехал что-то там или что-то что-то забуксовал интересно так сейчас балки берем берем балки и везем туда потом запчасти и опять топлива вот теперь пять из пяти ячейк у нас занято трубы бочки ебалки полностью используем потенциал нашего прицепа так теперь уже по дороге сюда да ну правильно все правильно просто по дороге кстати что меня удивляет задачки довольно таки просты то есть едешь по нормальной дороге ну да если что нужно то есть много много местный прицеп чтобы выполнить за меньшее количество ходок эту задачу отгружаем балки бочки трубы теперь останется только запчасти и топлива то есть все туда же возвращаемся по дороге все это берем и по быстренько мы это все выполняем а награда и по деньгам и по опыту в принципе довольно таки а а а хорошая высокая так что подожди желательно чтобы были цепь на колесах потому что по льду это будет дрифт как в третьем форсаже только с печальными последствиями снесем на хрен части штуковины это где блестит вот это вот и есть лед и обычная резина без цепей то есть весьма хреново себя демонстрирует в этой на этой дороге о так я еще так хорошо заехал отлично и выехать смогу красиво теперь просто за запчастями блин но это яма но это просто капец какой-то она меня немножко этот уже достает что ж нельзя яму сделать почему нету этой задачки было бы хорошая прямая дорога маневренность этого тягача просто шикарно вездехода просто шикарно просто шикарно проходим отлично то есть разворачиваться поворачиваться проходит все видимо ну где нету таких сильных грязей очень хорошо очень хорошо великолепный тягач такой по моему жда по этой дороге правильно да 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 по этой дороге блин эти долбаные камни могут мне подвеску повредить сколько я уже катаюсь с этим прицепом платформы этой и в белой долине по моему тоже вроде бы с этим катал или не с этим ну короче довольно таки много места я прошел с этим прицепом весьма он хорош просто шикарен этот тягач а ну вот награда то есть ну по деньгам может быть и не сильно много но зато в опыте так таки неплохо мне кажется и следующая задачка которая вот буровые запчасти а то есть запчасти для буровой установки отсюда надо туда то есть я все продумал ну правда тут в опыте и в деньгах маленькая маленькая награда но в целом задачка одна и другая выполняется в принципе рядом и я вот выбрал такую последовательность что я вот то есть сейчас же оказался недалеко от следующей задачки то есть я просто взял задачку и еду рядышком так главное блин не вписаться еду сразу же вот рядышком беру следующую и отвожу то есть все весьма близко находится платформа он кстати бурого от этого на воде прикольные мне нравится так а ни хрена себе тут такое даже есть и не и запчасти для буровой установки вот нам надо 4 штучки правда я таки не понял там на катерпиллере типа контейнера воз но тут контейнер занимает 4 ячейки катерпиллер какой контейнер возит вообще так я не понял что и то есть серия наверно выйдет весьма длинные но зато столько задачек получается выполнял и в одной серии ну за такой короткий промежуток времени полин это объезжать короче ладно в общем меня это радует плане того что много задачек выполнили неплохо так подзаработаем сумме за все задачки за вот эту задачку получим мало конечно там и опыта и денег но зато выполним быстрее пройдем эту компанию так я знаю принципе можно было там направо повернуть там через эти дебри в рези в этой мне проще по дороге объехать так будет ну это чтобы быстрее более комфортно конечно если не гнать и никуда не врезаться а как с этим столбом сразу же после этой задачки я так полагаю я вернусь в северный порт наверно сразу же в гараж зараза блядский камень специально положили что да вот именно чтобы наехать сразу же в гараж и то есть брать у нячу этот тягач он весьма кпд у него скажем так высокая заработал он уже много нам денег и облегчил задачи все эти так вот и отлично так ну что ж на этом будем наверное заканчивать всем спасибо за просмотры оценивайте видео ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всем спасибо всем пока подписывайтесь на мой канал всем пока